Пропаганда гомосексуализма в традициях натуры и культуры, в противопоставлении натуры и культуры, это что? Они говорят, что это натура, а на самом деле это просто культура. Да-да, современность постулирует, что пол это культура. Современность постулирует, что пол выбирается в рамках культурной заданности. Я хочу вот так, хочу так, потом хочу так, потом хочу и обратно так. То есть я как культурная форма, меняю как одежду, а на самом деле эта натура не меняется. Да, с нашей точки зрения и с точки зрения базовых смыслов, это естественно такие координаты, которые не заперегнуты. То есть есть вечное противопоставление натуры и культуры, и насилие над одним не дается над другим. Оно обострено в наше время, поэтому церковь в этот раз должна на защите натуры стоять. Ну и культура как культура, как известня, которая человека преображает и совершенствует, а не деформирует и реформативна. Ну это вообще, я когда его услышал, мне кажется, это важнейший тезис, это противопоставление натуры и культуры. То есть культура считает, что может делать человеком все, что хочет, а натура утверждает, что некие константы заданы, и ты не можешь изменить. То есть электромагнитное поле, и данный пол, и некие социальные данности базовые такие, это собственно война за человека. Это то, что постулируется символом Творца неба и земли. То есть это не человека вообще. Это не человеческое дело, на самом деле, это не дело культуры. То есть куда бы мы ни пошли, мы находим человека. Мы находим его там в юртах, или в хижинах, или в землянках, или в больших домах, мы находим там одного и того же человека. В разных культурах мы находим ту же природу. И вдруг сегодня мы дожили до времени, когда вдруг нам предлагается идея о том, что культура может насиловать природу и изменять ее. Да, потому что человек – это предмет адресации. Бог сам адресует себя ему, но не наоборот. То есть человек – это не самосоздающееся бытие. То, что у Сартра, как абсолютная свобода, которая сама себя постулирует, требует уничтожения Бога, чтобы не было свободы величайшей. Но это вот, по сути, современность, она нуждается в упразднении Бога, чтобы себя довести до абсурда. Люди, по сути, Сартра не читать, они, в принципе, его читать не обязаны. Но был такой Жан-Поль Сартар, легший костями на кладбище Монпарнас, который, да, говорил, что это, в принципе, настолько же мощный ум, как и Ницше, скажем там, или в каком-то смысле, как там Павел или Блаженный Августин, то есть один из таких фундаментальных умов европейской мысли, да, и множество вещей, которые в нашей жизни происходят, как бы они рождены как бы мыслями вот этого очкарика, этого Жан-Поль Сартра, да. И он, да, считал, что если Бог есть, его нужно уничтожить, потому что он не должен быть как бы диктатором над моей волей. Это очень важная вещь, как бы нам придется с этим сталкиваться всегда, когда мы будем докапываться до смысла культурных процессов, происходящих в нашем мире.